Всем привет, с вами Хойки Сики. Сегодня мы обсудим с вами пару тем, с которыми столкнулся я, и, возможно, столкнетесь в будущем вы. Приятного просмотра, поехали! Начнем с заглушки. Скажу честно, до этого я всегда думал, что это просто ненужный аксессуар. И я спросил вас в моем инстаграм, для чего она вообще нужна. Потому что я, как правило, вытаскиваю заглушку из клюшки и играю без нее. И, конечно, сразу мне посыпались шутливые комментарии, и вот самые популярные из них. Первое. Это чтобы потерять ее во время матча. Вот я ее потерял. Согласитесь, со многими бывает. Чтобы во время матча туда не попадал снег. Может быть, даже в этом и есть доля правды, но мне кажется, это больше шутка. Очень смешно. Чтобы не вылетало мастерство из клюшки, надо сделать заглушку. Ну и, конечно, чтобы не стать человеком, над которым пранканули, чтобы не налили туда воды, именно для этого и нужна заглушка. Более сомнительный вариант, я честно скажу, не тестировал, не знаю. Но многие думают, что заглушка нужна для того, чтобы не изнашивались хоккейные краги. Особенно, если у тебя не самый массивный набалдажник на клюшке. Честно, никак не прокомментирую. Но давайте перейдем к более серьезным вариантам, которыми меня действительно зацепили. Но были сообщения и в Директ, которые были информативны. И одно из них я зачитаю. Пункт из книги «Правил игры в хоккей». На конце клюшки должен быть специальный защитный колпачок. То есть, заглушка. Если колпачок металлический или пластиковый, клюшки снимаются или соскакивают, то такая клюшка будет считаться опасным снаряжением. И это интересно. Опасное снаряжение. И в целом это вполне логично. Еще один подписчик мне скинул вот эту фотографию. И прокомментировал эту фотографию он словами, что я себя чуть не проткнул. И я подумал, это вполне логично, ведь без заглушки края достаточно острые. И здесь можно говорить о том, что при неловком движении ваши мягкие ткани могут действительно пострадать. Также поступил тоже очень интересный комментарий, где привели пример, что во время хоккейного матча, детского хоккейного матча, игрок не со зла, но при этом неловко попал в область головы и шеи. Ну, точнее, в шею, незащищенное место. Складывая все эти моменты, я делаю вывод, что при немассивной рукоятке и неловком движении, клюшка без заглушки действительно может нанести травму. С заглушкой вероятность этого момента ниже. Что думаете вы по этому поводу, обязательно поделитесь в комментариях под этим видео. Но мне кажется, надо встретиться с хоккейным судьей и получить официальный комментарий. Хотя судьи более низшего уровня подтвердили, что заглушка должна быть. И если ее не будет, то элементарь изымается, либо может даже выписаться малый скамейничный штраф. Но не буду врать, тоже тема очень интересная. Но, кстати, я ни разу не видел, чтобы судья обращал внимание на наличие заглушки. Следующая ситуация, ситуация тонкая. И я не буду здесь давать никаких оценочных мнений. Давайте расскажу. Я с этим сталкиваюсь достаточно часто. И на этой неделе через близких мне людей мне задали вопрос. Посоветуй, пожалуйста, тренера, который летом может подтянуть броски и катание. В принципе, это логично. И дополнительные занятия имеют место на жизнь в определенное время, при определенных условиях с содержанием. Об этом немного позже. Простыми словами, сейчас идет заключительная часть сезона. Профессионалы разыгрывают кубок Гагарина. Не за горами кубок, а розыгрыш кубка Стэнли. Детский хоккей в заключительной части сезона. В общем, весна и лето это то время года, когда вы можете подтянуть свои слабые стороны. Окей, принимается. И начиная перебирать в голове различные варианты, кто бы мог помочь в этой ситуации, я задаю очень простой вопрос. А что говорит тренер? Тренер, который работает с ним в команде. И получаю следующий ответ. А мы с ним не разговаривали. И вот здесь у меня полное непонимание. И я хотел бы об этом поговорить. Ведь не просто так говорят, что успех, развитие, рост возможен только при соблюдении, при работе трех сторон. Давайте я сейчас это и нарисую. Вот этот треугольник, три основных слагаемых. В его основании спортсмен, ребенок и тренер и родитель. Это самые важные. Мы сейчас идем по верхушкам. И две стороны этого треугольника, родитель и тренер, должны работать на благо основания. То есть ребенка. И здесь я сейчас разверну эту мысль дальше. Как я и говорил, я не буду давать оценочных мнений. И мы прекрасно понимаем, что и у стороны тренера, и у стороны родителя могут случиться непонимания. Но все-таки по основам, по базам, если мы помним, что все работают ради одной цели, то я считаю, что это неправильно, если одну из сторон, а в данной ситуации это тренер, просто полностью вычеркивают. И тут я объясняю. Потому что тренер, именно командный тренер, это тот человек, который видит спортсмена, ну, практически ежедневно, в зависимости от его возраста. И он знает все его слабые и сильные стороны. То, над чем ему действительно надо поработать, а где-то, возможно, даже и отпустить. Ведь хоккей, это куда глубже, особенно хоккей, когда это дети уже более старших возрастов. Я к тому, что тренер, это тот человек, который видит вашего ребенка, ну, практически ежедневно, в зависимости от его возраста. И это тот специалист, который, зная его досконально, расскажет вам о всех его плюсах и минусах. И как следствие, если речь идет о дополнительной подготовке, он даст акцент и направление, над чем вы можете поработать. В общем, резюмируя, этот диалог между тренером и родителем нужно выстраивать. Не нужно этого стесняться, нужно общаться, говорить и находить оптимальные решения для дальнейшей работы и совершенствования мастерства у вашего ребенка. В общем, я считаю неправильно, когда одна из сторон треугольника игнорируется. Что ты думаешь по этому поводу, обязательно напиши мне в комментариях. Также ты можешь поделиться там своим мнением насчет этого формата и будущих тем, если вам действительно это все понравилось. Спасибо моим партнерам за помощь в создании этого видео. Все ссылки, как обычно, в описании внизу. С вами был Хоккей Стик. Хоккей в сердце. Увидимся.